привет друзья с вами рома и канал просто симулятор а сегодня разработчики презентовали минутный трейлер по карте хутан понтей это дефолтная карта для fs 25 сейчас немножечко по мусолим то что мы здесь увидели на сказать что ничего сверхъестественного свинного нам разработчики не показали тем не менее пообсуждаем ребятки что же мы здесь заметили разумеется понятное дело нам лишний раз подчеркнули в культуру и в природу какой страны нас окунают да карта хутан понтей она восточно-азиатская как бы но по большей части мы видим здесь друзья мои японский сеттинг и это самое японской карты проявляется во многих вещах есть моменты которые откровенно напрягают но они в конце итак други мои то что касается природы разумеется здесь мы обратили внимание на цветущую сакуру и на лотос и холмистая местность япония это страна довольно таки неоднородным рельефом она еще и островная как вы помните здесь тоже отражено опять же хутан понтей нас город приморский холмистая местность достаточно леса с которым нам представились работать ну и вот в эти холмы вписанные поля по большей части неправильной формы но тем не менее друзья мои небольшие поэтому фанатам огромных карт как любая дефолтная карта хутан понтей зайдет с трудом лишь что называется познакомиться вот с этой самой карты что касается архитектуры друзья мы здесь также все типично для японии хотя в принципе типично и для других восточно-азиатских карт точнее карт стран говорю в которых очень-очень плотность высокое население рачительное отношение к жизненному пространству которое проявляется вот в таком наслоение объектов вот они пожалуйста небольшой городишко где есть плотная довольно-таки застройка и вот все это вся эта рачительность она вот выражается во всем разумеется видимо друзья мои самый местный колорита в инфраструктуре например дорожные это вот такие эстакады железнодорожные эстакады автомобильные вот такая компактность встроенности дорожной инфраструктуры в жизни зеленых пунктов это нормальное явление ну и что еще нужно здесь не замеченного сказать конечно же на лишний раз напомнили о том что будет и специальные специальные скажем так техника с местным колоритом этой моторикши о которой мы уже говорили ничего сверхъестественного особенно в этом транспорте не будет там в лучшем случае в кузове можно будет один-два поддона перевести но это в большей степени для того чтобы вы могли при помощи это этого самого транспорта окунуться в атмосферу конкретного на региона ну и там будет другая как вы помните техника впервые по дефолту у нас серии фс появляется грузовик вот именно по дефолту первый дефолтный грузовик он будет опять же выполнен вот такой вот опять же азиатской стилистики в большей степени не самым будет конечно же вместительные с кузовом но тем не менее какое-никакое все-таки тем не менее появляется будет техника от компании японской исеки куда без нее чтобы могли с определенным колоритом работать с тем же самым рисом будут разумеется и добавлены тот же самый рис водяные буйволы хотя не больше степени японии конечно же а например для того же китая важный большой страны для восточно-азиатского региона но тем не менее все это так или иначе нас укунает в эту самую восточную азию из того что друзья мои но мы могли заметить на этой карте вот из этого трейлера это впервые нам показали заполнить зерном судно сверху все-таки водный транспорт здесь будет играть важную роль пам параллельно с железной дороги у нас будет появляться история вот именно с водным транспортом разнообразные баржи на примере riverbank принц нам немножечко показали разработчики инфраструктуру портово здесь также будет портовую инфраструктуру где можно будет работать опять же судами и продавать свои товары по воде что новая история для дефолт серии фс разумеется ребятки в модовых картах продажу на водном транспорте мы уже неоднократно могли встречать проектов их предостаточно было так что вот из нового наверное пожалуй и все но из того что резонула глаз ребят отмечу такие моменты но разумеется вы это уже неоднократно и сами замечали япония как вы помните сторона разумеется с левосторонним движением а здесь у нас транспорт по правой стороне раскатывает но вот как-то друзья мои так ну еще один момент хотя казалось бы пустяковый момент и никакой функциональной роли он не играет но на карте как вы могли заметить исключительно англоязычные вывески а та же самая япония корея или китай используют иероглифы но хотелось бы чтобы немножечко вот этого самого колорита было вот и в таких мелочах но опять же повторюсь особенной роли все это не играет ну но но желание такое придраться и увидеть это бы хотелось ну кому каждому свое в остальном друзья мои ожидаем что нам еще разработчики подкинут по этой самой карты вообще нам пока толком никакой особенной информации по производству не накиды хотелось бы больше подробностей но догадки понятное дело нас имеются что будет на разумеется это переработка молока от новых животных коз и буйволов там будут свои цепочки это разумеется переедет в дефолт в с 25 история с лесозаготовка из платины там очень много разнообразных производств но вот как это будет исполнено как и какие-то новые другие виды производств включая изменится ли опять же те же самые переработка овощей из премиалки которая также будет представлена по дефолт хотелось бы все это увидеть но пока разрабы не очень горят желанием нам эту историю с производством показывать так что ожидаем новостей думается не за горами тут до релиза то уже осталось друзья мои две недели и все привет выход фс а 25 но я друзья будут закругляться своим обзором все что хотел и вам показал наболтал вам поверх этого еще возможно не всегда нужны вам информации наблюдений так что если вдруг что извиняйте но и друзья мои как всегда в конце своих обзоров хочу пожелать вам вашим близким исключительно крепчайшего надежного здоровья дай бог благополучия вам и всем вашим друзьям и близким и конечно же всем нам по этим непростым временам дай боже конечно и чистейшего светейшего неба над головами если вдруг что знаете и не искать ссылочки на мою группу вконтакте и на мой рутуб канал а в описании к этому видео я же постараюсь надолго не прощаться чтобы уже совсем скоро мы опять встретились на канале просто симулятор да еще что-нибудь за обзорили из мира наши любимые виртуальные фермы так что до скорых встреч и другие мои пока пока